Катенька, привет тебе! Ты очень хорошо провела трансляцию, мне очень понравилось, что задавали вопросы. Единственное, что я тебе хочу сказать, пора уже тематику расширить. Наша школа «Человек будущего» Homo futurus, она предназначена для развития у человека не только качества здоровья и сбережения, навыков таких, чтобы они могли стресс снимать и прочее, паники снимать и прочее, лучше спать по ночам. Но еще там мы в прошлый раз говорили, как вес лишний сбрасывать и много-много чего, но надо же все-таки расширить в плане интеллектуальной работы, творческой работы. Хорошо, что там у нас все присылают в школе свои первые картины, которые они начали рисовать, или стихи пишут. Те, которые писали раньше стихи, а теперь говорят, о, теперь мы вообще хорошо пишем. Но это мне очень приятно, что наша школа развивается. Но тематика развития изобретательского мышления должна обязательно быть, потому что человек какой бы вопрос не решал в жизни, там как за ЖКХ заплатить или там как с другом опять помириться, любой вопрос требует поиска ответа. И вот развитие изобретательского мышления, это как раз-таки находить наиболее простые решения сложных вопросов в условиях дефицита времени, когда у тебя нет времени и все горит, понимаешь, и ты не знаешь, как быть, чтобы он вот в этот... Как у меня сегодня перед трансляцией. Я тебе скажу, ты прекрасно провела. Вот единственное, я тебе говорю, что когда ты начинаешь трансляцию, и там пока люди набираются, ты их спрашиваешь, кто еще, кто еще, там плюсики, минусики, как меня слышно там и так далее, ты лучше сразу говори, как поток, чтобы им было интересно. А то новый человек заходит и пять минут подряд идет вот это, ну, подождем еще, может кто еще придет. Ну, это скучно. Я подошел в это начало и ушел бы. А ты, ну, тогда что делать? Ну, возьми, вспомни анекдот хороший, скажи, пока я буду начинать трансляцию, пока люди подойдут, вот вам новый одесский анекдот там посмотрите. Они же тогда задавлялись, ну, надо же коммуникацию развивать. Надо вначале делать музыкальную минутку, надо мне петь. Ну, пой, пой. Слушай, насчет музыки тоже. Там один участник школы написал, что он теперь использует для вокала. Ты читала там текст, да? Да, да. Там очень интересные тексты такие бывают, что он для вокала. Я ему напомнил, что я-то в свое время фонятрией тоже занимался, но и глоукалыванием. И глоукалыванием. У актеров, ну, там у них голос запирал, еще что-то такое. Вот. А потом я увидел, что в позе льва, очень хорошо помогает поза льва, это когда вот на корточке становишься, ручки, значит, на коленке, упираешься, и в момент выдоха язык высовываешь, и происходит самомассаж. Ну, такая страшная ягода в позе льва. Она делает самомассаж, после этого тоже хорошо люди поют. А потом я увидел, ну, через год, что упражнения ключа, когда создал, то они, во-первых, повышают эффективность и глоукалывания, и позы льва, и вообще соединяясь с любым методом физкультуры, там, цигуны и так далее, все резко повышается в качестве. И поэтому я и сказал, что ты, если будешь делать синхрогимнастику, делать разгрузку, у тебя вокал еще лучше будет. Ну, так же мне и пишут там многие вокалисты, что мы стали лучше петь, свободнее у нас там. Мне сегодня звонила женщина, мне сегодня звонила женщина, она всегда мечтала петь, вот. А вот с ключом она пошла, нашла себе репетитора, начала петь, и говорит, что с ключом, говорит, действительно, я стала намного лучше петь. Говорит, мне легче. Там интересно, что там не только уверенность появляется, там именно чистота голоса появляется, потому что на самом деле зажим снимается. А для вокалиста это же первое дело, чтобы звук был чистый, свободный. Хочу тоже поделиться, вот, со мной сегодня поделились, оказывается, под мое пение, когда я вот начала ключом заниматься, моя последняя песня, вот эта вот «Черный ворон», вот, женщина поделилась сегодня, говорит, я под нее делала разгрузку. И, говорит, так расплакалась, говорит, проплакала, и так мне стало потом хорошо. И я, говорит, качалась и слушала песню. И, в общем, теперь использует как разгрузку. Молодец, молодец. Слушай, очень интересно. А ты Ференса смотрела, Ференса из Венгрии, который прислал, что он соединил части методики между собой в новых комбинациях? Он показывал, да. Да, ну, потрясающе. Поэтому, если эти элементы ключа соединять в новых отношениях, то человек открывает новые эффекты. Так вот, путем перебора, подбирая себе упражнения, что лучше соединить с чем, эти инструменты ключа, то человек, собственно говоря, у него и происходит процесс самосознания. Развитие, да. Развитие. Это есть развитие личности. Это как раз таки есть процесс пути осознанности. Но дело в том, что когда наши друзья некоторые пишут в комментах, читали какую-то книжку по осознанности западную какую-то там читали психологов, они иногда задают вопрос, а осознанность это что? Это вот ходить и каждый свой вдох контролирует или каждое свое действие контролирует? Да, так часто люди путают. Но они так думают, осознанность это вот это, контролировать каждое действие. Я говорю, ну так и споткнуться нужно. Осознанность это другое. Это совершенно то, что ты когда раньше делал спонтанно, теперь ты несколько раз смоделировал с помощью упражнений и научился понимать от чего что происходит. То есть это развитие сознательности, сознания и самосознания. А развитие у человека самосознания – это уже следующий этап эволюции, потому что когда у человека появилось сознание, это была целая революция. Вот технический прогресс прошел, коммуникация другая, мир стал меняться. А когда самосознание развивается, это еще более такой качественный поворот жизни у всего человечества. Ну вот наша школа фомофутурус как раз занимается развитием самосознания. Мне очень понравилось, что сегодня на трансляции люди задавали о чтении вопросы. Очень понравились действительно изобретательского мышления вопросы о нем. Люди задавали вопросы. Это самое поразительное, что люди не знали о том, что они все изобретатели. Пытатели – это отдельные люди, которые сидят и ракеты там монтируют, или там радио новое создают. Они не понимают, что любой вопрос, который в голове у них сидит, когда они пытаются найти ответ, они изобретают. Да, и вот мне сегодня задали такой вопрос, вы его читали, наверное, о том, что человек улучшил жизнь и так далее, и приключил, допустим, он не занимается творчеством, как мы привыкли это понимать. То значит ли это, что это уже предел человека? Мне этот вопрос действительно понравился, потому что многие действительно путают. они думают, что если они не рисуют, значит, они творчеством не занимаются. Ой, боже мой. Ну вот, вот, вот. Когда ребенок мешает, у нас же как антистрессовая подготовка отличается от обычного. У нас в условиях реальных мы там при шуме, там при всем, там иногда бывает даже грохот, там мы во время этого обучаемся, да, чтобы навыки были устойчивые. И вот сейчас как раз чем больше шума, тем лучше. А я посмотрел, как ты отреагировала. На мгновение у тебя, ой, 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 а потом ты сразу раз и уже мы с тобой общаемся. Молодец, Катя. Молодец. Человек, который раньше был с паниками. Ну, молодец, да. Хорошая реакция у тебя. Молодец. Ну, стараемся, учимся. Ну, старайся, старайся. Ну, ты скажи мне, вот я тебя немножко перебил, вот ты сейчас говорила. Вот, а о том, что вот, ну, ты написали, да, за то, что люди, ну, вот я сказала, что люди часто путают, да, что если они не рисуют, значит, они не занимаются творчеством. Вот, и что это все. Хороший вопрос был в том, что люди часто думают, что это действительно их предел. То есть, если они не рисуют, не поют, то это их предел. Это нас так научили. Нам кажется, что развитие творческих качеств или творческого мышления, это имеется в виду петь, танцевать, что-то такое производить, картины там или там писать стихи. На самом деле творчество у человека – это поиск оптимального решения эффективного сложной проблемы, сложной задачи. Когда он пытается с минимальными затратами решить сложный вопрос. Это и есть развитие личности. Потому что с большими затратами, ну, любой дурак может сделать. Ну, он будет, допустим, всю жизнь над этим работать, и когда не получается настаивать, и стараться с такими затратами. А творчество – это когда… Вот во вдохновении, да? Вот ты вышел на состояние вдохновения, у тебя прямо душа поет, и вот тут подключаются как бы все законы Вселенной. Вот чувство гармонии и здравый смысл, они тебе помогают за пять минут решить вопрос, который ты так бы годами решал. Вот как раз таки мы этим занимаемся, по заказу, вдохновению. Ну, получается тогда… То есть, изобретательство, да. Получается тогда, можно сказать, что творчество, да? Получается тогда, вы занимаясь людьми, у вас тоже творчество. Потому что это надо, ну, действительно вот… Не, ну, правильно, ну, человек мне там в скайпе, вот у него сложная ситуация, задает вопрос, который меня прямо иногда бескураживает, неожиданно, да? И мне надо ему помочь. И в этот момент он ждет ответа, да? Но, во-первых, если его научить о саморегуляции покручу, он не будет мне задавать этих вопросов. Но если я получил уже у человека, который в болоте тонет, вот, допустим, вопрос, как быть, и меня это бескураживает. Я же должен найти какой-то ответ полезный для него. Тут же, мгновенно, правильно? Ну, поэтому я и психотерапевт. Это же, по-моему, развивается, я вот занимаюсь ключом, и поэтому мне это помогает. А у нас есть вот этот там Харюлин, он там работает в Казахстане. Он говорит, я когда делаю разгрузку, во-первых, он плавает 5 километров каждый день, без проблем, да? Во-вторых, он говорит, перед занятиями по психотерапии, а он лечит алкоголиков там и от других зависимостей, когда он делает разгрузку, то занятия проходят как песня. Потому что мозг сам быстро начинает помогать ему находить неординарные решения, неожиданных вопросов. Это и есть изобретательское мышление. Вот этот человек сейчас начнет, допустим, изобретать что-либо другое, ну, техническое. Так он же лучше изобретет, чем тот, который не владеет этим состоянием. Вот, а школа, это, получается, ваш отдельный шедевр. Ну, да, 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 школа у нас хорошая. Вот я сейчас что сделал. Я сейчас написал письмо Лайтману, который проводит, ну, у него там миллионы студентов, Каббала, 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 Каббала. Я ему написал письмо, я хочу задать несколько вопросов. Что такое наука, на ваш взгляд? Потому что вы всегда говорите о науке, что это наука, а не религия. Наука, она, говорю, требует определенных гарантии для прогнозирования. То есть мы знаем свойства, явления, закономерности, изучает наука, чтобы давать гарантированный прогноз. Благодаря этому создали крыло для истребителя, для этого, благодаря этому создали другие изобретения. Одной верой тут не поможешь. Я верю, что я это сделаю, но это недостаточно, наука нужна. Почему религия не становится опорой для всего человечества? Потому что одни верят, другие не верят. Поэтому есть наука. А он иногда науку произносит, если это наука, так если наука, нужно понимать, что это за наука, и чтобы можно было получать прогнозируемый гарантийный результат. Правильно? Извините, можно вас немножко перебить? Мне просто вспомнился один интересный вопрос сегодня. Что можно ли, вот ключ поможет, если в него не верить или сомневаться? Да, конечно. Он поможет, я объяснила, что он помогает в любом случае. Это же не вера, действительно, это не вера, в которую, то есть, либо ты веришь, и тебе это якобы помогает, или ты не веришь. И оно тебе не помогает. То есть тут, даже если не веришь, тебе результат придет. А Лайтман, он ответил? Нет, нет, я хочу ему это письмо. Я ему послал это письмо, я жду встречи, потому что будет удивительно. Это мудрый человек. Это мудрый человек, но есть кое-какие вопросы, которые, ну как тебе сказать, ну мы-то уже понимаем некоторые вещи, которые у него еще не решенные. И при этом он все время говорит, я за сотрудничество, для того, чтобы мир объединялся, чтобы войны не было. А все это произошло, потому что у человека эгоизм. И он про это говорит, и он говорит, это Каббла, который решает эти вопросы. Но она только для посвященных, и так далее, и так далее. И рассказывает эту историю. Мы как раз занимаемся решением этих вопросов. Я хочу как раз таки сказать ему, как решить эти вопросы. И может быть мы соединимся вместе, лучше решим, потому что вы сами говорите все время о сотрудничестве, о взаимодействии в человечестве. Но вот как раз таки мы этим и занимаемся. Школа Человек Божьего, как раз этим и занимаемся. Но зато школа для каждого, а не только для избранных. Да конечно, конечно. Во-первых, для каждого. Почему? Потому что сейчас очень правильный вопрос задел. А если ты не веришь в приемы ключа, работают они или нет? Конечно, работают. Именно потому что это научные достижения. Потому что ты, по существу, делаешь приемы ключа. Это что такое? Это то, что ты делал и так, только неосознанно. Да. Только неосознанно. На морозе ты дрожал, перед экзаменом у тебя нервная дрожь, а прием ключа подожди сознательно, подожди это как-то потряси сознательно. Ну, к примеру, да? То есть ты осознанно делаешь то, что ты раньше и так делал. Только неосознанно. Это и есть путь сознания. Появился такой замечательный вопрос. А получается, вот когда смотрят какой-то большой концерт, да? Вот люди смотрят, они, получается, у них же как восхищение появляется. И тоже, получается, у них приятное, но все-таки напряжение, да? В конце. И когда люди в конце начинают хлопать, получается, они снимают, и остается только приятное это ощущение. Получается так? Конечно, потому что мир – это миллионы взаимосвязей. Он и хлопает, и одновременно тем, что он снимает, наконец, напряжение, которое он вот так смотрел и радовался, он передает аплодисментами, вдохновение, что он вдохновлен певцу или актеру. Все взаимосвязано. И в самолете, когда садятся, в конце тоже, ну, после напряжения хлопают. Только люди это же делают неосознанно. Да. Поэтому я с Лайдманом хочу поговорить, и я жду, я жду ответа, потому что он всегда говорит, я открыто сотрудничество, я за мир, я открыто сотрудничество. Понимаю, написал письмо, раз вы открыты, так вот, я тоже открыт, я тоже думаю о том, чтобы был мир в мире, и не было войны, не было кризисов. Давайте соединимся и поговорим. Во-первых, я скажу, я это сделал для того, чтобы свой рейтинг поднять, чтобы меня так же смотрели, как и у вас, миллионы людей, да? Он скажет, ну, какой ты парень интересный, откровенный, и я скажу, а что тут такого большого? А что мне не быть откровенным? Я и говорю, как я думаю. Вот как раз-таки вопрос в этом, и я могу вас рейтинг поднять, а что бы нам не поднимать? Вы же говорите о сотрудничестве. Вы же говорите, что Вавиланская башня разрушилась, потому что у человека эгоизм. А вот как раз я вам демонстрирую, что никакого эгоизма у меня нету. Я как раз-таки говорю, что я думаю. И давайте сотрудниче посмотрим, если он ответит мне, у нас будет прекрасная встреча. В эфир школе мы дадим. Было бы здорово. А если он так и не ответит по каким-то причинам, занятости и так далее, ну, подождем сколько? Ну, две недели подождем. Если он не ответит человек, который заинтересован в том, чтобы был мир в мире, который говорит о том, что у него есть такая метода, который говорит о том, что он готов сотрудничать. И если не будет этого сотрудничества, мы вот это и опубликуем. Ну, что же тогда получается? А получается, вроде бы, я соберу всех, но избранных. Ну, непонятно. Ну, посмотрю. Я надеюсь, надеюсь. Он мудрый мужик, он мудрый мужик. Посмотрим. И для участников школы хому-хуторс. Потому что мы этим и занимаемся. Развиваем у себя качество человека будущего. А человек будущий, который лучше управляет своим состоянием, который гуманист, который альтруист, который не только эгоист, но и дарит. Как раз это и есть любовь и творчество. Вот это то, чем мы и занимаемся. Чего бы ему со мной не поговорить. Да, и вот тоже вот к этой же теме, ну, получается, как-то у вас так все связано. И начало, и сейчас. То есть, хотелось бы, да, чтобы в школе люди тоже были направлены больше на творческие какие-то, на творческие решения, на творческие... То, чтобы они задавали вопросы в школе по творчеству, по творческому там мышлению и так далее. И, ну, вот личные вопросы там, о их каких-то там неурядицах или там состояниях здоровья, чтобы они задавали лично. А вот именно в школе, чтобы писали больше... Ну, и главное, что это все же определено уже в мире. Вот Михаил Чискин, Хем Михаил, он же определил, что человек, который занят любимым делом и творит, он и более здоров, и чувствует себя счастливым. Но если человек с паниками, если человек с недугом, он задает постоянно вопросы, как мне вывезти и так далее. Если мы подобрали, дали ему инструменты, и он подобрал себе приемы саморегуляции и вышел на состояние, когда он вспомнил, что он же мечтал быть дирижером, мечтал рисовать и начал рисовать, так он же быстрее выздоровеет. Да, было бы интересно услышать мнение людей, которые сочетают ключ и танцы. Давай-давай, вот затевай-затевай эту тему там. Это очень важная тема. А я еще сделал, я написал жене Этуша, Елене. Что меня с Этушем в свое время познакомил профессор Паламышев Александр Михайлович, был мой друг. Ну, он старше меня, и он режиссер потрясающий. Он в Шупинском был профессором. И он меня с Этушем познакомил, и я с Этушем сидел, разговаривал у него в кабинете. И он очень такой, очень хороший человек. И он мне в этот момент говорит, я ему показывал видео, как с помощью ключа можно выйти на полет, и там актриса вышла на экране на полет. И говорит, я вот этого состояния, я вот этого состояния, когда играла спектакль какой-то, там она поднималась на Голгоф, там еще что-то такое, там два часа, там вот я входил в это состояние. А тут я сделала ключевые приемы, я быстро туда вышла и парила. Это победа духа над материей и так далее. Она летала, а Этуш мне тогда сказал. А он сидел вот так вот и говорит, слушай, говорит, а я вот тоже, когда у меня какой-то стресс, беру просто вот так вот, по столу пальцами вот так стучу, говорит, и расслабляюсь. Я говорю, во-во-во, вот там есть автоматизм движения, и поэтому, если мы подбираем себе движения, которые идут на автомате, мы выходим на это состояние. Можно быстро войти туда. А если мы сразу не входим, там, причем с рестестом, когда руки на автомате идут, то мы будем повторять простое движение, как люди в жизни спонтанно и делают. И в танце они это делают, и когда четки перебирают, и молитву повторяют, и много чего делают, и голову чешут, они снимают, ну, короче, два пути. Можно сразу войти туда. Это будет так, как называют на Западе, квантовый переход. Переход в состояние. А можно вот так, дробными действиями, повторяемыми движениями, которые синхронно текущим условиям. Ну, я начинаю объяснять. Я Этушу, жене Этушу, Юлине, написал письмо, что меня Паламышев познакомил, что я там провел в свое время несколько занятий для молодых актеров в Шухинском училище. И что там у меня так они были в восторге. И что там одна из них говорит, вот, я теперь нашла то состояние, когда я могу состояться на главном, что это состояние отрывает меня от всего земного. То есть от быта отрывает. И я могу теперь состояться как раз-таки на главном. Ну, например, на роли своей, там, на творческой работе. И я говорю, я вам пришлю еще вот несколько кадров из этого видео старого. Вы Этушу покажете Владимиру Абрамовичу? И он, может, и вспомнит, как я у него сидел в кабинете и показывал ему это на видео, как актриса там летала. Вот. И как он мне вот так случал по столу. Я почему об этом пересказываю? Потому что все же будут смотреть наш с тобой диалог. И вот я жду теперь, почему я Этушу позвонил. Ну, написал. Не только Лайтману, но и Этушу. Почему? Второй проект у меня это сбережение творческого долголетия, сохранение творческого долголетия великих людей планеты. Ну, это очень интересно. Потому что они опыт набрали, они много чего набрали. но они уже в таком возрасте, ему уже сколько там, 95 лет, по-моему. И как раз таки, я хочу сказать, что наша школа, школа человека будущего, как раз таки, для нас тоже важно сохранение великих людей планеты. Да, она может это сделать. Да, потому что именно сохраняя великих людей планеты, мы и создаем свое будущее. Вот оно как. Вот оно как. Еще вот у меня всегда посещала мысль, допустим, живут гении, да? Живут, и как бы их дело надо бы продолжать и развивать. То есть нужно растить такого же гения. Ну, конечно. И я еще хочу, чтобы вы с ним что сделали. Когда Елена мне ответит, а я в Фейсбуке написал личке, чтобы попросил ее войти ко мне в Фейсбук на страницу, что у нас такая школа, а когда мы с ней начнем переписываться, я скажу, давайте в Скайпе мы с Владимиром Абрамовичем поговорим, я ему покажу пару приемов, которые ему еще больше помогут, чем то, когда он стучит вот так вот и входит в расслабленное состояние. И это мы тоже покажем в школе человека будущего. Ты понимаешь, как это интересно? Во-первых, мы ему поможем. Ему поможем лично. Я лично очень хочу ему помочь. Очень хочу. И я ей написал, могу, хочу помочь, потому что мы все любим. Хочу помочь, помочь, чем могу. А могу помочь тем, что, как я много лет назад, когда Паламышев нас познакомил, учил актеров молодых, там несколько занятий провел. Этим же самым сегодня и помочь, только сегодня эти приемы уже более совершенные, и точно они вам понравятся. И вы сможете не только, ну, у вас может и стресса нет, вы, может быть, дневный человек умеете его переворачивать на творческий процесс. Ну, и для здоровья. Да. И мы сохраним для человечества великого человека планеты. И так же можно сделать со всеми другими, которые уже накопили опыт жизненный, которым хочется, нам бы хотелось у них учиться. Их надо сохранять. И школа человека больше должна стремиться сохранять и помогать этим людям. и продолжать. Да, и продолжать у них учиться, потому что у них колоссальный опыт. Да, было бы очень здорово. А ты знаешь, я тебе скажу, когда я с ним общался, такой простоты, такой необыкновенной элегантности, элегантности, интеллигентности человека, который без всяких комплексов, там, вот без всякого вот этого вот, что у нас люди любят, вот я там такой, тосякой, щеки надувать. Нет, такой, такой, нормально, обычно. Я считаю, что все великие люди, они простые. Как у нас Потапов есть, режиссер, которому я там в книге своей «Защитие стресса» в 1996 году новелку посвятил. Потапов скромный человек, потому что великий. Я тоже великий, поэтому скромный. Вечно боюсь не уместиться, не свое место занять. Это все, да, очень интересно. Ну, это да, это вообще, да, это такая отличительная черта. Но я так думаю, что действительно она свойствована только гениальным людям. Потому что, ну, я не знаю, это мое личное мнение, что, наверное, все-таки у них как-то где-то в подсознании заложено все, что вы вывели, да, вот, и упражнения, и сохранение энергии и так далее, где-то оно там есть у них сразу, наверное. Так они это и делают. Просто, да, с вашим методом они бы это раскрывали еще в большей силе. И они бы понимали, что они делают. И могли студентам объяснить, почему, например, этот же гениальный человек, да, он мог бы и студентам объяснить тогда. Я потому, что я умею внутри себя любую трагедию, переводить генератор творчества. Я занят любимым делом. И когда я занят любимым делом, я работаю или там в кино, или когда вас обучаю, что у меня вся эта энергия трагедийная, которая создала у меня большой всплеск эмоций, она переходит туда, она находит направление, она находит адрес. А мы написали, что переводить энергию стресса как генератор творчества, использовать эту высшую из энергии, который вечный внутренний конфликт, который создает конфликт души и тела, создает это напряжение, а переводить в нужном направлении. Поэтому я говорю, вот те люди, которые с паниками тебе звонят, так не только вопросы чисто по паникам, как раз-таки надо их переводить, находить... Я вот говорила сегодня женщине, она говорит... Да, женщина сегодня звонит, говорит, я так начала переживать, что у меня возраст, как я буду пить, там все, там и так далее, то есть, ну вот эти вот моменты, начала о них задуматься. Говорю, а вы в эти моменты, когда начинаете нервничать, так далее, пуйте, у вас еще лучше получится. Очень хорошо, Катенька. Вот будем теперь ждать от Ладьмана и от Этуша. И сейчас мы выставим в эфир, и пускай все вот эти вот умные ответы и умные вопросы послушают и развиваемся дальше. Супер. Спасибо тебе, Катюш, за трансляцию, ты сделала хорошую сегодня трансляцию. Спасибо вам за ваш прекрасный метод. Доржусь нашей школой, там все больше и больше появляется людей очень умных, которые именно где-то они чувствовали, что так вот, где-то чувствовали. Я же говорю, это с каждым из нас. Да, с каждым из нас. Надо просто научиться снимать лишнее напряжение и получать озарение по заказу. До встречи. До встречи. Счастливо, Катенька.